Здравствуйте. Сегодня мы начинаем совместный проект с телеканалом ПС, который называется «Газета на ТВ». Меня зовут Марина Третьеченко, я журналист газеты «Правда Севера». И прямую линию с министром здравоохранения Архангельской области Ларисой Ивановной Меньшиковой, которую мы заявили в нашей газете, мы сегодня переносим в эту студию. Я напоминаю, что телефон прямого эфира остается прежним, 63-95-24, а мы начинаем. Здравствуйте, Лариса Ивановна. Добрый вечер, Марина. Первый вопрос, который без сомнения волнует всех, и что называется у всех на устах. Медицинские кадры. Сколько в настоящее время в регионе их трудится, сколько не хватает, в каких районах наиболее острый кадровый дефицит? Да, кадровые проблемы – это, наверное, краеугольный камень, от которого все проблемы в нашем здравоохранении родятся. На сегодняшний день в области работает более 4 тысяч врачей и более 12 тысяч средних медицинских работников. И если говорить о наиболее острых проблемах, то, конечно, мы имеем дело с дисбалансом. У нас дисбаланс между городом и деревней, то есть на селе работать не хотят, преимущественно хотят работать в городах. Второй дисбаланс между поликлиникой и стационаром, то есть преимущественно врачи молодые хотят работать в стационаре, а не в поликлинике. И общий кадровый дефицит усугубляется тем, что на сегодняшний день имеется достаточно большое количество вакансий. Если говорить о физических лицах, о тех вакансиях, которые необходимо занять конкретными людьми, не брать совместительства, то это все равно цифры существенные. Порядка 600 вакансий еще на сегодняшний день остаются. Для того, чтобы сказать, по каким специальностям, то наибольшая проблема – это по таким специальностям, которые мы называем хургентными для оказания неотложной помощи. То есть это анестезиологи, реаниматологи, хирурги. Это наиболее специальности сложные, тяжелые. Подготовка по ним идет в течение нескольких лет. И ряд специальностей, типа врачей лабораторной диагностики, по которым просто в нашем вузе не было факультета такого. Сейчас, слава богу, выпуск идет, и постепенно врачи лабораторной диагностики приходят в наши лечебные учреждения. Но вот самое главное в нашей ситуации, что все-таки врачебные кадры – это, прежде всего, доступность медицинской помощи. Если кадров нет, то возникают у нас проблемы с талончиками, с тем, чтобы прийти к врачу и попасть к нему в поликлинике в тот момент, когда хочет больной. Поэтому мы сейчас стараемся вот эти дисбалансы, так скажем, преодолеть. И все способы, какие только возможны, чтобы и в поликлинике пришли люди, и на село использовать. Но для решения кадровой проблемы мы в основном вот на трех китах основываемся. Первый – это достойный уровень оплаты труда. Сейчас по дорожным картам мы выходим на уровень 50 тысяч у врачей, и эту зарплату стараемся вот держать. И в том числе и в первичном звене. Второй момент, который зависит тоже как бы и от нас, и в большей степени даже от муниципальных властей – это обеспечение жильем. Мы сегодня 117 служебных помещений имеем во всех практически муниципальных образованиях области. Для предоставления их врачам, средним медработникам, которые приедут работать, в том числе и на село. К сожалению, наши города, ни Архангельск, ни Северодвинск в этой программе областной не поучаствовали. Стоимость метра квадратного по ней была 30 тысяч, и, соответственно, видимо, это стало, скажем так, основным аргументом, что за эту стоимость в крупных городах жилье построить невозможно. Соответственно, ни одного метра служебного жилья построено не было. Но муниципалитеты имеют право предоставлять свой специализированный фонд для того, чтобы привлечь медицинских работников. И когда я встречаюсь с руководителями сельских поселений, муниципальных образований области, городских округов, я всегда говорю, если мы хотим, чтобы у людей была медицинская помощь, чтобы приехал врач, чтобы приехал фельдшер, медсестра, первое, нужно дать им жилье. Ведь больница не сможет его обеспечить жильем, жить в палате и так далее. Поэтому здесь нужны взаимные усилия в этой области. Ну и третье – это повышение престижа профессии. Но насчет вот этого момента могу сказать, что конкурс в медицинские вузы не снижается. В этом году средний балл был в наш СГМУ – 221 балл. Это очень высокий балл по ЕГЭ, три экзамена. То есть это сравнимо с центральными вузами МГУ и МГИМО. То есть ребята хотят идти в медицину, и поступить достаточно сложно. Но дальше, вот проучившись 6 лет в институте и потом еще получив дополнительное образование, нужно нам всеми силами их мотивировать, распределения ведь нет, чтобы они поехали работать туда, куда нужно нам, на село и в поликлинике. И здесь, конечно, идет вот у нас сейчас работа по увеличению числа целевиков, то есть целевая контрактная подготовка. Когда абитуриент, только еще поступая в вуз, уже имеет договор с лечебным учреждением, где в нем нуждаются, где он хочет работать, и он поступает в рамках отдельного конкурса. Лариса Ивановна, я прошу прощения, у нас есть звонок. Слушаем вас. Лариса Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Клавдивна. У меня к вам два вопроса, которые меня очень волнуют. Вопрос первый. Почему у нас снова в больницах стали за деньги продавать гамаши, которые, если я так назову, для обуви, чтобы прийти в больницу к врачу или к больному посетить его в стационаре? Раньше это все было бесплатно. Вопрос второй. Почему врач, приходя домой, не одевает вот эти гамаши, а прямо в грязной обуви по полосам идет к больному, пройдя всю квартиру? И вопрос третий. Почему я, будучи на учете диабет второго плана, и я одну получила коробочку тест-полоски, вместо четырех, которые положены мне согласно моего забавевания? Спасибо, Лариса Ивановна. Я хотела, чтобы вы ответили на эти вопросы. Мы благодарим вас за звонок. Ваш вопрос понятен. Лариса Ивановна, начнем с бахил. Да, Татьяна Клавдивна, начнем с бахил. В рамках программы госгарантий предоставляются бесплатные бахилы посетителям поликлиник, те, которые идут на прием к врачу, навещающим, родственникам в стационары. Бесплатно они предоставляться не должны. В этом случае, если человек не хочет приобретать, пожалуйста, вы можете принести с собой сменную обувь и использовать ее для посещения родственников. Хорошо было бы уточнить, в какой больнице это происходит. Да, но больница, стационар, и не обязаны снабжать посещающих родственников бесплатно бахилами. Бесплатно бахилы предоставляются тем, кто приходит в поликлинику на прием к врачу. Если этого пациента кто-то еще сопровождает и в поликлинику, то сопровождающему тоже они бесплатно не предоставляются. Поэтому здесь вариант очень простой. иметь с собой сменную обувь, если приобретение по каким-либо причинам нежелательно. Да, пожалуйста, мы не против. Значит, под поводу того, что должен снимать обувь врач при посещении участковой, при посещении пациента или нет, здесь, значит, никаких регламентирующих документов, вот таких жестких, у нас нету, что мы обязываем врача. Потому что у врача может быть достаточно большая нагрузка, много вызовов. И, соответственно, значит, здесь это все как бы на его совести. Ну, конечно, я считаю, что здесь должны быть срабатывать просто элементарные правила, так скажем, гигиены и разумных каких-то моментов. Вы понимаете, что так было всегда, да, что врач проходит и буквально... Он и не должен разуваться, значит, по идее-то. Значит, а в отношении того, что с собой он должен носить бахилы или нет, то, в принципе, здесь как бы, я еще раз говорю, может, он из машины вышел, может, он на машине приехал на вызов, да, поэтому сам уже решает. Вот, по поводу диабета второго типа, по поводу снабжения тест-полосками. У нас при диабете есть определенный стандарт лечения и определенная степень контроля, да, и, соответственно, рассчитывается определенное количество полосок в месяц. Значит, если мне память не изменяет, речь идет о 50, по-моему, полосках в месяц при диабете второго типа, поэтому вот такое количество полосок вы должны получить бесплатно в поликлинике. Вот, и, соответственно, на это количество вы должны рассчитывать. Лариса Ивановна, вернемся все-таки к той теме, которую мы с вами начали, до того, как к нам пришел первый звонок в студию, все-таки. Продолжим тему кадров, да. Тему кадров, да. Мы вот уже говорили по поводу целевиков, и мне бы хотелось, пользуясь возможностью обращения, значит, к зрителям, пользуясь возможностью эфира, газеты, если есть ребята, те, кто желает учиться в медицинском вузе, да, те, кто чувствует, что медицина — это его призвание, а мы заинтересованы именно в таких, чтобы у нас поменьше было потом жалоб, в том числе и на то, что врач обувь не снимает. Поэтому мы хотим, чтобы вы, эти ребята 9, 10, 11 класс активно поучаствовали и в наших конкурсах, которые мы проводим. В прошлом году у нас был конкурс «Я хочу стать врачом», и победители получили целевые направления. Чтобы вы о себе заявили, еще часть в школе, значит, с больницами предварительной договора заключили, как целевики, к нам в министерство обратились, потому что мы список вот тех, кто хочет быть целевиками, тоже ведем. Это речь идет и о ребятах из сельской глубинки, это речь идет и о жителях городов, вот, и, соответственно, у нас уже появится, ну, такой кадровый резерв, да, на который мы можем рассчитывать. Мы выходим и на Министерство здравоохранения федеральное, и с СГМУ у нас контакт хороший, по увеличению числа целевых направлений в следующем году. У нас вот в этом году 74 целевика, в следующем их будет более 80. И так ежегодно их количество будет увеличиваться, и практически получится, что у нас выпускник, студент, абитуриент, абитуриент, поступая в ВУЗ, он уже имеет договор и гарантированно рабочее ему место, и он знает, куда он потом по окончании придет работать. Согласитесь, это, наверное, тоже неплохо. Лариса Ивановна, ну тогда какие еще меры предпринимаете сегодня правительством области для восполнения вот этого кадрового, что называется, пробела, да, среди специалистов, медработников, в частности, на селе? То есть что еще? Вот вы уже часть назвали, что еще? Еще, конечно, есть ряд мер такой материальной поддержки, помимо заработной платы. Прежде всего, надо сказать о проекте «Земский доктор». Это проект федеральный, но мы в нем участвуем, область, я имею в виду, в соотношении 50 на 50. То есть в том миллионе, который каждый, поехавший работать на село, получает, 500 тысяч федеральных денег и 500 тысяч – это средства областного бюджета. Обязательство, значит, отработать в сельской местности не менее 5 лет, а куда человек этот кредит, эти деньги использует – это его право. То есть мы здесь не ограничиваем. Причем я знаю, что сейчас правительством Российской Федерации рассматривается проект увеличения возраста участников этой программы с 35 до 45 лет. Ну, наверное, это разумно. И это, я думаю, что позволит нам и привлечь, может быть, и врачей из других регионов. Потому что многие желающие что-то изменить в своей жизни, но уже вышедшие вот из этого возраста молодого специалиста, они не рискуют на переезд, ну и понимают, что вроде как им рассчитывать не на что. А мы здесь можем предложить. Вот в прошлом году у нас из других регионов приехало 11 врачей по этой программе. И, в общем-то, они все закрепились в наших сельских районах, особенно много в Виноградовском. Неплохо работают. И я думаю, что вот эту остроту, остроту кадровой проблемы все-таки удалось закрыть. Помимо федерального проекта, мы еще выходили с инициативой, я думаю, что мы эту инициативу будем продвигать. Это по выплатам материальным врачам, которые поехали работать в наши малые города. У нас есть ряд городов, таких как Мизень, Шенкурск, Онега, Сольвичигоцк, имеющих статус города, а де-факто это все-таки сельские поселения. И в этих случаях, раз они город, имеют высокое звание города, то, соответственно, их земский доктор не распространяется. Здесь, конечно, решение только за счет областных средств. И я считаю еще, что очень большую бы нам роль, очень большую роль играет на селе фельдшер. Все-таки фельдшер закрывает многие проблемы жителей. Он может работать и с детским населением, и со взрослым. И поддержка фельдшеров тоже важна. Сегодня мы можем выделить 25 тысяч фельдшерам, 50 тысяч врачам, тем, кто поехали в сельскую глубинку. И в этом году вот такие подъемные получат. Ряд учреждений устанавливает еще и свои подъемные для тех, кто приехал в конкретные лечебные учреждения. Некоторые муниципальные образования идут по такому пути, и мы поддерживаем эту инициативу. Мы считаем, что это тоже помощь для того, чтобы привлечь человека работать на село. — Лариса Ивановна, тогда снова же в ожидании следующего звонка. Какие плюсы вы видите сегодня в реорганизации государственных медицинских организаторах Англиской области? Это всем известна ситуация с стоматологиями, которая прогремела в сентябре этого года. Многие очень возмущались этой ситуацией, многие обсуждали в интернете, очень многие писали по этому поводу. То есть как сейчас ситуация развивается? Произошло ли объединение? Или же только слились, что называется, административные? То есть что и кто в итоге всего этого пострадал? Кому пришлось покинуть свое место работы, может быть? Как сейчас эта ситуация развивается? — Марина, дело в том, что процесс реорганизации, он неизбежен. И через этот процесс проходит сейчас вся наша система. Мы живем в эпоху перемен. И, соответственно, процессы укропнения учреждений, присоединения маломощных к более крупным — это веление времени. И самое главное, я хочу, чтобы вы меня выслушали, самое главное, что речь ведь не идет о том, что мы учреждения закрываем, лишаем рабочих мест и так далее. Речь идет об одном — об объединении управленческой верхушки, о сокращении должностей главного врача, главного бухгалтера, главного экономиста и так далее. То есть, как стоматологическая помощь у нас оказывалась на Вологодской и на Сибиряковцев, так она и оказывается. Ни одно рабочее место врача не закрыто. Ушли только те доктора, которые работают в платной сети. Они ушли в частные кооперативы. И там они работали в отделении платных услуг. А весь коллектив все осталось на том же месте. Но вместо двух отделов кадров стал один, вместо двух планово-экономических и отделов закупок один. Понимаете, да? Сокращение вот этой управленческой верхушки позволило нам по трем учреждениям Архангельска сэкономить реальных 13 миллионов. То есть вы сейчас говорите о том, что пострадал только управленческий персонал. Ну, не пострадал, грубо говоря, а был реализован управленческий персонал. Конечно, конечно. Весь смысл всех наших реорганизаций к этому на сегодняшний день и сводится. Для того, чтобы, укрупнив учреждения, мы смогли бы получить дополнительные финансовые средства на повышение оплаты тех медицинских работников, которые заняты непосредственно оказанием помощи больным. Это первый аргумент. Второй аргумент. Значит, при реорганизации учреждений появляется возможность взаимозаменяемости. И возможность введения тех ставок, которые не были реальны при том обслуживании. Ну, например, у нас реорганизовалась 6-я больница и 3-я поликлиника. В 3-й поликлинике на ту численность населения, которая была прикреплена, была, например, положена 0,25 штатной единицы гастроэнтеролога. 0,1, допустим, аллерголога-иммунолога. Я к примеру говорю. А 0,1 это вообще как? А вот это как? Вот кто пойдет работать на 0,1, на 0,25? Одна поставка-то не очень большая, если в деньги уложить. Конечно. Но дело в том, что в должности узких специалистов ряда лабораторных служб рассчитываются на численность прикрепленного населения. И, естественно, имея такое мизерное количество ставки, мы не найдем специалиста, который бы согласился работать. А укропнив учреждения, появляется возможность, то есть численность прикрепленного населения сразу считается в целом, в общем, одном штатном расписании. И объединив 6-ю больницу и 3-ю поликлинику, мы получили численность обслуживаемого населения в 2 раза больше, чем она была. И у нас появилась возможность введения ставок самостоятельных узких, допустим, специалистов. Второй, третий момент, это второй, вот я обозначила. Третий момент, это проведение лабораторных и различных других исследований. Необходимость закупки дорогостоящей, серьезной аппаратуры. В маленькой поликлинике нет такой возможности. Финансовая и она с точки зрения экономической нецелесообразна. Например, анализатор лабораторный рассчитан на проведение, например, 500 исследований в сутки. 500 у него различных вот этих вот ячеечек, куда надо капать анализы. А в день там сдает всего 50, например, человек. Смысл работы вот этого огромного аппарата расходных материалов. Если мы заберем анализы в той же самой третьей поликлинике, но привезем их делать в шестую на большой анализатор, согласитесь, и там эффективность работы тоже повышается. То же самое касается и другой техники. Вот эти вот примеры говорят о том, что в условиях, в которых мы сейчас работаем, когда техника медицинская, прогресс идет вперед, нужна все время новая, нужна современная. Когда мы испытываем кадровые проблемы, то мы должны в этих условиях укрупняться. Так выжить легче. И в основном, когда мы смотрим вот вглубь этих конфликтов, которые происходят, да, вот по той же стоматологии, я тщательнейшим образом изучила лично, каким образом проходила текучка кадров. Значит, если говорить по всего... Вот до того, как этот скандал, что это разгорелся. И до того, и после. И до того, и после. Поподробнее, может быть, об этом рассказать, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Значит, я не знаю насчет скандалов, я думаю, что это слишком громко сказано. По всей видимости, просто какая-то часть коллектива выражала свое недовольство. Но я проанализировала прием и увольнение сотрудников. И за этот, за 2014 год, примерно оно то же самое. То есть 40 уволилось, всего не врачей, а всего из них 7 врачей, 12 сестер, 13 санитарок. И 37 работников было вновь принято на работу. Вот тут немножечко переспрошу, а вот причину увольнения вы, что называется, мониторили? Потому что тоже в свое время писали много о том, что люди уходят из-за низкой зарплаты, там какие-то надбавки им убирают, что-то еще. То есть из-за чего люди уходили-то? Вот этот момент, он был как-то отслежен? Вот если... Нет, конечно, это все выяснялось, но вы поймите, что это право человека выбрать свое рабочее место. Вот если говорить о врачах, то в основном из 7 уволившихся, 5, по-моему, это были врачи из платного отделения. Я своим руководителям говорю и повторю еще раз, так сказать, на телевидении, да, и на радио, и в газете, что мы в своих государственных учреждениях не заинтересованы в развитии платных услуг. Это не является нашей задачей, и никогда отделение платных услуг не будет в приоритете. В наших городских стоматологических поликлиниках в приоритете будет отделение АМСовское, и на него мы будем тратить финансовые средства, и в него мы будем покупать современные пломбировочные материалы. А платное отделение, это, так сказать, бантик дополнительный, да, для того, чтобы как-то, может быть, значит, еще дополнительный источник финансирования. Если докторов не устраивают пломбировочные материалы или оплата в платном отделении, то ведь это их право, мы их не держим, пожалуйста, идите в свободное плавание и работайте. То есть здесь, как бы, я считаю, что позиция наша как бы железнобетонная, потому что те, кто работал в АМСовском отделении и кто занимался оказанием бесплатной помощи, коллектив стоматологии остался неизменен. Что касается сестер, там причин масса. То декретные, то уход за ребенком, то смена места жительства, вышел замуж и так далее. Жизнь ей жизнь. Вы понимаете, что в нашем коллективе, в любом коллективе, все равно люди и увольняются на работу, и принимаются. Теперь в отношении санитарочек то же самое. То есть это вещи такие. Что касается надбавок и доплат и так далее. Конечно, я понимаю, пришел новый руководитель. Естественно, что он наводит порядок. Он смотрит, чтобы выплаты дополнительные были обоснованы. Чтобы они были не за то, что кого-то люблю и кого-то нет, или так привыкли, или у нас так было всегда. А это, значит, выплаты должны быть за результат труда. Сейчас вот коллективы уже у нас объединились. То есть юридические, де-факто, де-юре, они работают по одному положению об оплате. И я думаю, что ситуация там выровняется, определится, и все будут, в общем-то, вместе работать. И как пример того, что есть и сэкономленные средства, есть и эффект, это открытие, например, отделения неотложной помощи в одном из жилых домов на привокзальном районе, которое стало возможным вот как раз благодаря реорганизации. То есть когда у нас объединились кадровые моменты, мы смогли выделить, так сказать, ставки, выделить возможность там в жилом квартале осуществлять стоматологический прием. Ну, пока, может, он еще не так, как сейчас говорит молодежь, раскручен. Это на самом деле выражается молодым языком. Я слышу просто первый раз. Дело в том, что этот сюжет был вчера по телевидению, в Вестях по морю, рассказ об этом подразделении. Я думаю, что сейчас люди узнают и более активно туда будут записываться и получать лечение стоматологических заболеваний. Вообще мы готовы и даже проявляем инициативу, потому что если нам мэрия и администрация, не только Архангельска, Северодвинска, там других городов, будет предоставлять помещения под медицинские службы прямо вот в жилых кварталах, мы готовы там и сеть врачей общей практики приемы организовать, и стоматологические приемы. Потому что ведь основная проблема сегодня это у людей какая? Не могу попасть на прием к врачу. Лариса Ивановна, мы вынуждены прерваться. У нас есть еще один звонок, и мы слушаем. Лариса Ивановна, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Владимир Николаевич, я из Красноборского района, села Черевково. У меня сестра, значит, в 13-м году, в середине года, значит, встала на очередь по замене сустава на ноге. И, значит, ей пообещали, что, ну, наверное, в конце этого года вам ничего не сделают, видно в начале следующего, вы точно там попадете, и будет сделана операция. Значит, 14-й год кончается, значит, ничего, как бы очереди никакой не видно в конце, или начало, как тут объяснить, не знаю лучше. Я поняла, Владимир Николаевич, ваш вопрос. Значит, спиридонова Нина Николаевна, это вот, у нее есть девочка, да, ей уже 20 лет, она ничего не делает, за ней нужен уход, а та не может в магазин 300 метров сходить. Спасибо, мы вас поняли. Да, Владимир Николаевич, вы, пожалуйста, оставьте свои координаты помощнику, который звонки принимает, чтобы мы еще некоторые моменты с вами уже обсудили, так скажем, тет-а-тет, вот, как помочь можно. Но в целом хочу что сказать. У нас, значит, эндопротезирование суставов, замена суставов, это высокотехнологичная медицинская помощь. И проводятся они и в больнице Семашко, и в областной, и в федеральных учреждениях. Как правило, как правило, жители нашей области, зная высокий уровень и хорошие результаты вот наших хирургов, и Семашко и областной, они многие предпочитают оперироваться здесь. Но количество квот, выделяемых для вот проведения здесь операций, оно не резиновое, оно ограничено. И очередность существует. Есть квоты в другие города, где тоже операции эти же делаются, это федеральные центры Санкт-Петербурга, много квот выделяется в Смоленск. И мы предлагаем нашим пациентам, вот сейчас активно у нас в Смоленск едут, результаты тоже замечательные, там хирурги из института Питерского, из института Вредена работают. Но по всей видимости, вот у этой женщины, в связи с тем, что ребенок там, который требует ухода, вот Владимир Николаевич поясняет, она, наверное, хочет здесь именно, в Архангельске, получить эту помощь, не выезжая за пределы. Здесь на самом деле очередность у нас существует. Поэтому мы с Владимиром Николаевичем еще раз свяжемся, посмотрим, как ему можно в этом отношении, как его сестре можно в этом отношении помочь. Но я хочу сказать, что вот наряд оперативных вмешательств, допустим, операции на сердце, на которые буквально несколько лет назад были тоже очереди многомесячные, а то и годовые, на сегодняшний день это сведено к плановым срокам. То есть, условно говоря, в течение месяца он может попасть на высокотехнологичную медицинскую помощь по сердечным проблемам. Что касается эндопротезирования суставов, здесь пока вот такая ситуация. Если в Смоленск, в Башкирию, в Чебоксар, там тоже центр, другой город, пожалуйста, хоть сейчас, но вот по конкретно этим учреждениям здесь есть проблема. Лариса Ивановна, возвращаясь к теме, которую мы обсуждали с вами, прежде чем приняли второй звонок. Вот что касается наших всех стоматологических клиник, то есть это и областная стоматология, и первая стоматология, и на Папанино. Как они сейчас работают, в каком режиме? То есть, сохранился ли их врачебно-медсестринский, если можно так выразить, состав? Конечно, конечно. То есть, они занимают все свои прежние помещения? Конечно, конечно. То есть, при этой реорганизации у нас не планируется ни закрытие, еще раз говорю, мест, ни сокращение каких-либо должностей, кроме управленческой верхушки и вспомогательного персонала. То есть, все там для пациентов тоже сначала была такая даже версия, что якобы что-то закрывается, мы выходили, общались с людьми. Ну, это просто, видите, здесь, наверное, наша недоработка в том, что недостаточно информированность. А потом, то есть, мы недостаточно хорошо поработали с населением, поработали с людьми, поработали с нашими пациентами и, наверное, с коллективом. Но здесь мы, наверное, положились в большей степени на современные средства информации. Дело в том, что у нас концепция развития стоматологической службы, которая обсуждалась в нашем медицинском сообществе, она была принята на коллегии. Все абсолютно, она была в открытом доступе и сейчас висит на сайте. И поэтому говорить о том, что мы, там, Минздрав или там кто-то, тайный враг какой-то, значит, что-то там втихаря реорганизует, абсолютно неправильно. Доступ есть, открывайте, смотрите, в каком году, кто куда присоединится, кто к кому, кто с кем объединиться. Понимаете, да? То есть, у нас это не только стоматология касается, у нас принята концепция развития психиатрической службы. В декабре будем онкологию рассматривать и так далее. Звучит уже очень страшно. Почему? Ничего страшного в этом нет. Те, кто, значит, понимают, вот, с точки зрения экономики и логики. Это кто понимает. Да. А простые люди, и они далеки. Ну, а простые люди тоже должны понимать. А почему мы должны содержать руководителя отделения полтора миллиона, платить ему зарплату? При том, что у него коллектив 40 человек. Ну, сами-то вы подумайте. Вот у нас один главный врач, у него коллектив 40 человек. И он получает в год доход, допустим, там. Ну, я условно там сказала, конечно, у нас они полтора миллиона в год главные врачи не получают. Но и другой руководитель, у которого 2,5 тысячи работающих, и он тоже получает такую же заработную плату, имеет такой же статус главного врача. С точки зрения логики, для чего нам эти пупсиковые маленькие учреждения, когда, может быть, один руководитель, уровень его ответственности, да, за все происходящее, а персонал и пациент остаются в тех же самых учреждениях. То есть я считаю, что это искусственно нагнетание ситуации, которая, наверное, в общем-то, была подогрета теми, кто недоволен был и хотел совсем большой зарплаты и поменьше работать. Поэтому, скорее всего, так. Тогда хотелось бы поднять еще одну тему, которая, на мой взгляд, она не менее актуальна, которую мы также поднимаем в нашей газете. Это тема помощи материальной тяжело больным детям. В последнее время у нас буквально две темы нисходят с полос. Это тема Алеши Корсакова, мальчика, павшего в ДТП на трассе М8, который получил тяжелые увечья. Сейчас ему требуются большие деньги для реабилитации. Реабилитация проводится только за рубежом. Здесь ее не делают. И вторая тема – это тема девочки Вики Лагиной, которая больна тяжелой врожденной патологией. И вот хотим у вас спросить, Лариса Ивановна, как вы относитесь к тому, что в нашей стране сложилась такая система, при которой дети поедут на лечение только в том случае, если им соберут деньги добрые люди. А могут же и не собрать, как на Первом канале говорят, отправить смс со словом «добро», и вот этому мальчику или девочку будет. А если вот я не отправлю смс со словом «добро», и что вот сиди и жди, умирай, а мы же люди какие, да? Мы думаем, а вот он отправит, а тот думает, да, вот он отправит. И каждый друг на друга кивает. И хорошо, что в нашей области люди нашлись, которые отзывчивые, и они действительно собрали, Алеша, много денег. Вот Вике сейчас только этот сбор начался. Вот как вы относитесь к этой ситуации? Вот ваше личное человеческое отношение хотелось бы у вас сказать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в нашей стране все-таки система, когда может оказываться медицинская помощь, в том числе и за рубежом, существует. И она прописана, она законодательно закреплена. То есть, если федеральные учреждения, вот это может быть там институт Бакулева, да, то есть, как правило, Москва, Санкт-Петербург, федеральные учреждения, институты центральные пишут в своем заключении, что они не могут провести данную операцию в пределах Российской Федерации, да, и что данному пациенту показано лечение за рубежом. В этом случае он имеет полное право за счет средств федерального бюджета быть направлен за границу в соответствующую клинику. И мы о таких случаях тоже знаем, нам их тоже показывают по телевизору. Там, допустим, на пересадку печени. Допустим, в нашей стране детям эта операция не делается в связи с особенностями, там, закона о донорстве и так далее. И там ряд других ситуаций. И ребенок направляется за границу. И поэтому, как бы, есть законный, реальный путь, каким образом можно эту проблему решить. Конечно, хотелось бы, чтобы мы в нашей России делали все, да, чтобы мы не зависели от западных клиник, да, чтобы наша медицина была самого высочайшего уровня. Но дело в том, что здесь медицина, может быть, в какой-то степени интернациональна. И мы знаем, что есть ряд стран, которые традиционно являются лидерами по тем или иным направлениям такой высокотехнологичной помощи. И там, допустим, операции на каких-то определенных внутренних органах, да, более высокотехнологичные, там, протезы и так далее. Поэтому вот в медицинском-то сообществе мы, как бы, понимаем эту ситуацию, что быть впереди всех по всем направлениям невозможно. Так же, как Япония является лидером по производству, допустим, видеокамер, да, к примеру, я говорю. И там уже, так сказать, ни одна страна мира не догонит ее в том прогрессе, который есть. Так и в медицине тоже есть определенные моменты. Но это все равно речь идет о каких-то вот таких штучных направлениях, да, сложных, как правило, высокотехнологичных. Что касается вот тех ситуаций, которые в области у нас есть, и на Первом канале мы тоже видим это все, то здесь, как правило, идет все-таки выбор родителей ребенка в пользу лечения за границей. Почему и сбор средств, так скажем, собираются, финансовые средства? Конечно, это идет от неудовлетворенности результатами лечения в российских клиниках, о том, что хотелось бы полного выздоровления или кардинального изменения прогноза, его не наступает. Конечно, они используются любые шансы. Но здесь мне бы хотелось двух моментов. Естественно, что когда человек уверен в том, что только в этой клинике помогут, и мы сами так тоже считаем и думаем, конечно, мы должны помогать, и мы идем на эти моменты и отправляем смс-ки со словом «добро» и прочее. Это безусловно. Но я хочу сказать, что мы вот в министерстве, мы работаем, например, с нашей благотворительной организацией «Гарант». И часто в эту благотворительную организацию за сбором средств обращаются родители и родственники детей. И я вот считаю, у нас сложилось очень хорошее такое сотрудничество, когда «Гарант» нас информирует об этом, и мы выясняем, насколько это все потребно. И получается, что порой бывают такие ситуации, когда ребенку выделено в МП бесплатно, но, тем не менее, сбор средств все равно происходит. Но, в общем-то, мы не против. Понятно, что, наверное, родителям надо на что-то жить и в городе, и решать бытовые проблемы. Ведь мы обеспечиваем медицину только оказанием медицинской помощи непосредственно самому пациенту. Поэтому здесь и Красный Крест иногда вот такими сбором средств занимается, проживание, допустим, в столицах тоже, наверное, не из дешевых, питание соответствующее и так далее. Поэтому, если речь говорить чисто о медицинских проблемах, возможно ли в наших клиниках оказание высокой технологичной помощи, достойной помощи? Практически по всем направлениям – да. За исключением только узких направлений, типа трансплантологии. А почему появляется? Потому что, я еще раз говорю, люди хотят поправиться, вылечиться, излечиться, кардинально изменить прогноз, что не всегда бывает возможно при ряде заболеваний. Но вот эта ситуация, по которой вы сейчас описали, она же очень схожа с той ситуацией, которая оказалась Клавдия Хорошавина. Знаете, наверняка, эту ситуацию тоже. Так вот, действительно, когда мы предлагаем, но то, что мы предлагаем, оно хуже, чем то, что предложено за рубежом. Согласны ли вы с тем, что в ее ситуации действительно так и произошло? Вы знаете, мне бы не хотелось комментировать какие-то конкретные людей, какие-то конкретные схемы лечения и прочее, потому что это все-таки, знаете, такие вопросы для человека, скажем так, я не хотелось бы там в чем-то кого-то обнадеживать или разуверять. Нет, но тем не менее, вот эту ситуацию даже прокомментировать. На сегодняшний день прокомментировать как можно, что если препарат не зарегистрирован на территории Российской Федерации и использоваться будет только для клинических исследований, экспериментальных, но здесь-то ведь как можно помочь? Каким образом можно его купить? Ни одна клиника, конечно, не купит этот препарат, поэтому говорить об его эффективности, вот насколько там на основании западных исследований, ну в России пока мы не имеем таких. Ну хорошо, а почему? Это ее право, конечно, и мы надеемся, что это поможет ей от лечения, конечно. Ну а неужели наше лечение, которое мы оказываем, да, вот наше, оно настолько плохое? Нет, почему? Оно проверенное, оно дает эффект при определенных ситуациях. Просто я еще раз вам говорю, что здесь не может быть универсального рецепта для всех. Каждый организм индивидуален и каждый человек индивидуален. Есть сейчас у нас так называемые стандарты лечения, да, где прописано, какие используются лекарственные препараты, какой там дозе, курсовой и так далее. Они приняты у нас Министерством здравоохранения, и мы сейчас их внедряем в наших учреждениях. И они имеют с точки зрения доказательной медицины эффективность, и главное, что они безопасны. То есть они проверены на клинических исследованиях, на добровольцах и так далее. Но медицина очень бурно развивается, и практически каждые 5-7 лет почти полное обновление фармацевтического вот этого ресурса. Как только появляется какой-то новый препарат, синтезированный в лаборатории, естественно, он сразу становится лучше, чем предыдущий. Понятно, для чего же еще делают. Но чтобы он оказался в списке регистрированных, он сначала проходит испытания на животных, потом на здоровых добровольцах, потом на больных, которые дали добровольное согласие, и только потом его регистрируют. И только потом мы можем его назначать. Прошу прощения, что я вас снова уже прерываю, но мне подсказывают, что у нас есть звонок. Мы принимаем звонок. Алло, мы вас слушаем? Так вы слушаете, Лариса Ивановна? Слушаем вас. Слушаем, говорите. Так я еще второй раз должен вопросы повторить, да? Мы вас слушаем. Озвучите ваш вопрос, пожалуйста. Мой вопрос первый. Почему старикам, ветеранам, инвалидам постоянно, последние два года, перед Новым годом или там в июле, нет лекарств, статинов? Почему? Не выписывают или выписывают, не выдают? Почему такой бардак? Второе. Вы слушаете меня? Да-да, конечно, слушаем, даже записываем. Второе, значит. Вот, например, мне надо получить справку о здоровье, чтобы заказать путевочку, как инвалид, для лечения в санатории. Вот я иду в больницу и говорю, мне надо бы справку вот взять. Вот такую-то, такую-то. Они говорят, у вас еще полгода не прошло. Это анекдот. Я говорю, а за сколько дней? Надо ровно день, минута, прочее, чтобы шесть месяцев прошло. И говорю, чьи такие указания? Ответа толком сказать не могут. Говорят, что указания, вот, министра там у вас рядом сидящего. Третье. Позорище. В областную больницу зайти нельзя, особенно в старое здание. Грязище. И у меня очень много знакомых, которые приезжают с области и говорят, ну, дожили вы тут, ребята, у нас грязно, а вы вообще тут, ну, называй, в чем живем. Неужели 50 метров подхода к больнице, приемного покоя нельзя сделать, чтобы люди ходили не в резиновых сапогах, а в нормальном обуви. В городе Архангельске, в таком славном, таком, черт-то знает, как там Павленко говорит, заслуженном. Три вопроса пока. Спасибо, представьтесь, как вас зовут, как к вам обратиться. Алло. Как вас зовут, скажите. Ну, к сожалению, наш слушатель, да, телезритель не сказал, как его зовут, но, тем не менее, все равно мы на эти вопросы ответим, уважаемому слушателю. У нас, значит, первый вопрос связан... Лариса Ивановна, подсказывают, зовут Анатолий Федотович. Анатолий Федотович, уважаемый Анатолий Федотович, по поводу лекарственных препаратов, перебоев, я так понимаю, что речь идет о препаратах по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. На самом деле, средств, которые у нас выделяются для вот этих льготников, оно в целом в системе недостаточно, потому что стоимость соцпакета для федерального льготника, она затраты на обеспечение его лекарствами не покрывает. Ну, простой математический пример. На сегодняшний день порядка двух тысяч стоит обеспечение больного, допустим, с сахарным диабетом, а соцпакет составляет порядка 880 рублей. И, естественно, что ряд лекарственных препаратов, которые являются жизненно важными, абсолютными, и они закупаются. Ряд вспомогательных препаратов на период, когда смена, так скажем, идет года, заканчиваются финансовые средства, проблемы возникают. Конечно, это нас ни в коей мере не оправдывает. Безусловно, сейчас мы работаем над бюджетом следующего года, и тоже уже видим, что проблемы в лекобеспечении, безусловно, есть. Поэтому, если вы оставите свой адрес или номер поликлиники, скажете, где наблюдаетесь, мы посмотрим, что можно сделать для того, чтобы вот эту ситуацию поправить. Второй вопрос по поводу справки. Я так поняла, что речь идет об оформлении санаторно-курортной карты. Скорее всего, для предъявления в фонд соцстраха для получения вот этой вот путевки. Но хочу сказать, что никаких с моей стороны приказов или ограничений по поводу сроков выдачи справок нет. Могу предположить, что, наверное, врачи думают о том, что раз путевка по фонду соцстраха предоставляется раз в два года, то, скорее всего, они, наверное, какими-то вот этими временными рамками оперируют. Но еще раз повторюсь, что никаких приказов, указаний по поводу того, что что-то не раньше, чем через шесть месяцев, соответственно, мы таких указаний не давали. По областной больнице полностью принимаю ваши замечания по поводу достаточно плохого состояния внутридворовых территорий. У нас там и проблемы с асфальтированием дорожек. Планируем в 2015 году их, значит, заасфальтировать. Спасибо. Спасибо. Лариса Ивановна, актуальная осенью тема, да, которые, что может быть актуальнее, вакцинация. Хватает ли вакцины? Какие категории населения вакцинируют? В конце концов, какая от нее польза? Сейчас у нас в поликлиниках активно идет иммунизация против гриппа и взрослых, и детей. Мы должны в этом году, чтобы обеспечить так называемый коллективный иммунитет, иммунизировать, привить порядка 326 тысяч человек. То есть цифра достаточно солидная. Прежде всего, кто подлежит вакцинации? Прежде всего, это работники педагоги, работники медицинских учреждений, дети и лица с хроническими заболеваниями. Потому что для них очень опасно осложнение, которым может давать грипп. Я сразу выточню. Им рекомендовано или они по желанию? Нет, у нас дело в том, что по закону, по федеральному об иммунопрофилактике, у нас вакцинация добровольная при всех заболеваниях. И, соответственно, каждый раз добровольно информированное согласие, никто насильно никого не прививает. Но мы-то с вами должны понимать, что грипп – это опаснейшая инфекция. И именно от гриппа, к сожалению, могут люди умирать. И опасен не только сам грипп, но и его осложнение. Поэтому прививка против гриппа, она возведена в ранг государственной задачи. Она входит в календарь национальный по эпид-показаниям. И поэтому во всей России делается и с достаточно большим успехом. По крайней мере, в прошлом году мы избежали эпидемии только благодаря тому, что привили достаточно много, 27% населения. Что еще надо подчеркнуть? Многие говорят, вот привился против гриппа и все равно болел. Все равно заболел. Но это действительно такое бывает. Почему? Почему? Давайте с вами посмотрим. Возбудителей острых респираторных вирусных инфекций привели кое множество. То есть вирусов, которые вызывают так называемые простудные заболевания. И в их числе грипп. Причем грипп занимает очень небольшой процент в общем числе вирусов. Но если мы с вами проблему посмотрим по-другому, а какая из этих инфекций самая опасная, какая дает самые тяжелые осложнения и от чего, не дай бог, можно умереть, мы говорим о грипп. То есть даже если человек другими-то переболеет инфекциями, но по крайней мере он, как говорится, сможет с ними сам организм побороться, а грипп, к сожалению, это очень коварная вещь. И поэтому прививаем мы только против гриппа, против всех остальных аденовирусов, риновирусов. Нет необходимости просто. И, соответственно, клинически оценить бывает сложно, потому что проявления похожие. И температура, и насморк, и так далее. Но помимо вакцинации, конечно, нужно знать еще и то, что существуют и другие методы профилактики, которых тоже не надо забывать. Ну, во-первых, это и предсоблюдение определенных правил гигиенических, это и маска, это и проветривание помещений, конечно, и это, безусловно, избегать скученности. Кстати говоря, пользование во многом и кондиционерами тоже не всегда благоприятно, если там не меняются фильтры и нет антибактериальных фильтров, то есть он тоже может превратиться из-за пользы в источник инфекции. Но и не надо забывать о том, что в целом, если мы говорим об иммунной системе, то это все правила здорового образа жизни, то есть достаточный сон, правильное питание, двигательная активность, витамины, побольше налегать на наши северные ягоды, на лимоны, на чеснок, вот такие традиционные средства, они, конечно, свой тоже дают эффект. Лариса Ивановна, вот говоря о болезнях и опасных, что называется, последствиях, буквально сегодня открывая интернет, и нам ведь порочат, в буквальном смысле слова, приход Эбола в Россию. Вы что-нибудь слышали об этом, насколько вы этих новостей, скажем так, боитесь, потому что... Сегодня у нас было как раз в виде селекторное с главным санитарным врачом. Лариса Ивановна, вот мы начали, мне подсказывают, что есть звонок. У нас есть звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Сергеевна, и у меня вот такой вопрос. У меня внучка пошла в детский сад, первый год, ей 3 годика. Во время адаптации дети часто болеют, и длительно бывает. А больничные по новому закону, говорят, дают только на 60 дней в году. А дальше что делать мамам, если ребенок больше будет болеть? Справку какую-то или что? Маме... или с работы маме рассчитываться? Я очень переживаю за свою внучку, поэтому хотела бы услышать ответ. Спасибо, мы вас поняли. Уважаемая Татьяна Сергеевна, ну, во-первых, мы будем надеяться на то, что ребенок только в период адаптации у вас будет, ваша внучка часто болеть, а потом все-таки 3 года это оптимальный возраст для того, чтобы посещать детское дошкольное учреждение. Раньше педиатры мы не рекомендуем, а с 3 лет вполне возможно. Ну, а в отношении того, какое решение вам принять по вашей работе, безусловно, документ, фиксирующий заболевание, будет выдаваться. Справка, безусловно, будет. Но речь-то ведь идет только об оплате, да? То есть оплачиваться будет какое-то ограниченное количество дней в году. Поэтому я думаю, что здесь, наверное, надо сейчас как раз подумать и о профилактике, сделать и прививку против гриппа для того, чтобы вот в эту квоту, которую фонд соцстраха, так сказать, установил, чтобы в нее уложиться. И вообще, если вот так вот переходить уже от вашего вопроса к профилактической теме, необходимо все-таки сказать, что на сегодня мы должны четко понимать, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому в наших руках сейчас наше здоровье. И самый простой способ – это диспансеризация. Детское население, надо отдать должное, у нас всегда, ежегодно проводилась диспансеризация в разных видах, профосмотры перед школой и так далее. То есть, может быть, она так не называлась, да? Но, тем не менее, детское население регулярно наблюдается в сети поликлиник. Взрослые, особенно вот в период 90-х годов, многие забыли о своем здоровье, потому что было сложно жить, нужно было решать социальные проблемы. И сейчас многие работающие, особенно в частных структурах, где нет так называемого полного соцпакета, предпочитают где-то так на ногах перенести. И не обращаются своевременно в поликлинику. Поэтому мы вас активно приглашаем раз в три года, бесплатно абсолютно, пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства, начиная с 21 года. Поэтому, если ваш возраст без остатка делится на три, то есть вам 21, 24, 27 и так далее лет, значит, это ваш возраст, независимо от даты рождения, вот ваш год, ваш возраст, вы в этом году можете пройти диспансеризацию. Мы вас будем рады видеть в наших поликлиниках. Спасибо, Лариса Ивановна. И все-таки, возвращаясь к страшной теме дня, вот как-то вот не получается мимо нее пройти. Что вы думаете насчет эболы, приходящие к нам? Как пишут СМИ, опять-таки, я не утверждаю. У нас сегодня было видео селекторное с главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. И из ее уст прозвучало, что рисков развития эпидемии лихорадки эболы в нашей стране нет. То есть мы в группу рисковых стран не попадаем. Но мы же ездим туда, летаем постоянно и так далее. Значит, на сегодняшний день, на сегодняшний день мы должны проявить повышенную настороженность к лицам, имеющим температуру и в анамнезе путешествия. И, соответственно, не посещать те страны, где официально зарегистрирована эта эпидемия. Это страны Сьерра-Леоне, значит, ряд стран Африки. Все, что пока в Европе, это все пока привозные случаи, то есть эпидемического распространения этого заболевания пока нет. И, соответственно, в любом случае, мы вот знаем, что к нам приезжают студенты из стран Африки учиться. Они прошли соответствующие карантинные мероприятия. Мы за ними наблюдали в амбулаторных условиях. Никаких указаний на то, что есть какая-то опасность их заболевания, нет. Они сейчас в России, они адаптированы, уже все инкубационные периоды прошли. Поэтому будут меры предосторожности приняты, конечно, в основном и в аэропортах. В частности, если... Да, по мерам. То есть что сейчас делается? Тоже все очень просто. Это измерение температуры. Измерение температуры. Это самый первый и самый четкий признак. И лица лихорадящие. Бывшие из стран, где есть эпидемии, у нас с ними, у Архангельска нет никаких связей. У нас свободных рейсов в Сьерра-Леоне нет, допустим. Но лица и те, значит, аэропорты, где осуществляются рейсы в эти африканские страны, там, соответственно, будут повышенные меры, кордон безопасности установлен. Но как-то же этот вирус все-таки проник по Францию, умудрился, где тоже, да? Там же показано, что это завезенный вирус. То есть много же европейцев работает, в странах оказывает помощь, и они его привезли, но дальше это распространение, это в странах эпидемического, это от человека к человеку, слава богу, нет. Поэтому будем надеяться, что он воздушно-капельным путем не передается. Нужен тесный контакт через поврежденные кожные покровы и так далее. Поэтому я думаю, что надо верить словам государственного санитарного врача. А вот действительно о мерах, что называется, профилактики распространения и передачи от человека к человеку. Какие это пути вообще? Ну вот по данным мировых агентств, по крайней мере, что сейчас изучено, этот вирус не имеет распространения воздушно-капельным путем. Не имеет. Это в основном распространение при тесном контакте. Он может проникнуть через слизистые оболочки, через поврежденные кожные покровы. Но все-таки это не такой уровень контагиозности, как, например, ветрянка или даже грипп. Ну, все правильно. Если воздушно-капельный путь исключается. Поэтому давайте будем проявлять умеренную дозу и умеренную, так скажем, активность, настороженность в отношении этой инфекции, но не поддаваться панике, потому что в Российской Федерации на сегодняшний день риска эпидемии лихорадки Эбола нет. Лариса Ивановна, и вот хочу еще доспросить по поводу вакцины от гриппа. Ее сегодня хватает, потому что очень много у нас совещаний. В полном объеме поступила вакцина. Есть во всех поликлиниках, и в детских, и во взрослых. И поэтому вот те контингенты, о которых я сказала, ну, плюс еще, там много еще нюансов. Допустим, те, кто работает с людьми, и кондукторы, и водители, значит, страдающие, беременные, беженцы с Украины, все они подлежат вакцинации. И если вы просто, ну, как бы не знаете, к какой вы категории относитесь, нужно ли вам делать или нет, вы можете просто посоветоваться со своим врачом участковым и сделать прививку. Естественно, бесплатно. Конечно, конечно. И осмотр, и прививка, и сама вакцина. Все абсолютно бесплатно. Наша передача подходит к концу. Я напоминаю, что проект называется «Газета на ТВ», подготовленный совместно с телеканалом ПС. Напоминаю также, что меня зовут Марина Тритиченко, я журналист «Правда Севера». Также хочу напомнить, что и сообщить, что все вопросы, которые сегодня были озвучены в эфире, и ответы на них появятся в газете «Правда Севера». Также вопросы и ответы, не вошедшие в этот эфир, также вы сможете прочесть на странице газеты «Правда Севера». Ну, а мы с Ларисой Ивановной с вами прощаемся, и до новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕРЕ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Куководногоucks Продолжение следует...